Старший агломератчик аглофабрики номер 3 Евгений Павлусенко в преддверии для Металлурга был удостоен высокой награды. Медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Без малого четверть века он отдал работе на родном предприятии. За это время не раз был отмечен руководством как высокопрофессиональный специалист. Однако, как признается сам Евгений Леонидович, награды никогда не были основной целью. Он просто всегда старался делать свое дело максимально хорошо. Обеспечить качественным агломератом доминный цех – это главная задача, которая стоит перед агломерационным цехом. Только на одной из аглофабрик под номером 3 за одну смену на четырех машинах производится 3000 тонн готовой продукции. Строгий контроль за технологическим процессом здесь осуществляет старший агломератчик Евгений Павлусенко. Ведение технологический процесс вести правильно. Всю, выполнять все режимные карты, все технологические инструкции, следить за качеством агломерата соответственно. Химико-физический состав агломерата, чтобы соответствовать потребителям. В соответствии с требованиями доминного производства, агломерат должен обладать целым рядом свойств. Главный из которых – это высокая механическая прочность при низких и высоких температурах, максимальное содержание железа, основность, стабильность химического состава. Совершить ошибку при выпуске продукции для агломератчиков значит нарушить дальнейший процесс производства металла. К своим обязанностям Евгений Павлусенко подходит максимально ответственно. Помогают в работе, отличное знание своего дела, мастерство и опыт. Евгений Леонидович пришел на производство в 1998 году, как многие металлурги, по примеру, родителей. У меня здесь родители работали. Отец работал на 2-й сероочистке, а мамка здесь на перегрузке. Как в форме с армией пришел? Я пришел 1 июля 1998 года, а в 23-й уже был на работе. А менее чем через месяц случился кризис 1998 года. Евгений Леонидович отмечает, благодаря стабильности и надежности, которые обеспечил комбинат, тяжелые времена он пережил довольно спокойно. Через год после трудоустройства был переведен в агломератчики. В 2008 году получил должность старшего агломератчика. Говорит, с каждым годом условия труда становились все более комфортными. Однако, несмотря на автоматизацию многих процессов, результат работы аглоцеха до сих пор в большей степени зависит от людей. Ручной труд, человеческий фактор, это прежде всего. Очень много зависит от людей. Даже если не сказать, все зависит от человека. Людей, на которых можно положиться, в цехе немало, отмечает Евгений Павлусенко. Руководители добавляют, он и сам один из таких. Для многих коллег специалист является товарищем и наставником. Ну, Евгений Леонидович здесь дольше всех у нас работает, уже без малого четверть века. Человек трудолюбивый, самое главное, неравнодушный. Ну и старается своим энтузиазмом заражать остальных. Учит молодежь, ответственный, то есть его не надо постоянно контролировать. Ведь зачастую даже у меня, как у руководителя бригады, к нему возникает очень много вопросов, приходится мне к нему обращаться за советом, а не ему ко мне, потому что всегда все расскажет, всегда все объяснит, потому что настоящий профессионал своего дела. За свой высокий профессионализм и многолетний труд Евгений Павлусенко был удостоен высокой награды – медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Секретом своего успеха старший агломератчик называет «любовь к своему делу». Работа не может, не нравится. Если не нравится работа, лучше ее сразу похитить. Потому что зачем носила себя и других? Я думаю, так. Не за награды, а для блага родного производства Евгений Павлусенко планирует работать и дальше. Евгения Сылыхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.